Девчонки, добрый день! Сегодня я опять за кадром хотела бы сделать небольшой обзор на такое средство не корейской марки. Прошу обратить внимание, это исключение, скажем так, из правил, потому что я в последнее время предпочитаю все-таки именно корейские средства. Сегодня я расскажу про своего любимчика. Это один из моих фаворитов за последнее время. Достаточно популярное средство на просторах интернета, среди любителей кислотных продуктов. Это вот такое вот средство, которое называется Liquid Gold, жидкое золото. Я думаю, что многие из вас знакомы с этим продуктом, потому что это действительно бестселлер своего рода. Очень-очень известное средство, которое поистине творит чудеса, конкретно с моей кожей. Я думаю, что действительно этот продукт сделал очень-очень многое. И действительно я вижу изменения своей кожи на лице, скажем так, поэтому хотела бы поделиться своими открытиями с вами. Итак, это продукт, который содержит в себе, как я уже сказала, гликолевую кислоту. Гликолевая кислота здесь является одним из небольшого количества ингредиентов, потому что всего здесь 8 или 9 ингредиентов в данном продукте. Мне кажется, что это действительно находка, потому что очень сложно найти какое-то средство, чтобы состав был настолько простым. То есть здесь действительно, если приблизить, не знаю, сфокусирует или нет, вот таким образом выглядит состав. Очень-очень простой он. И на втором месте, как вы видите, здесь есть спирт. Это может оттолкнуть все-таки обладательниц сухой кожи и обладательниц чувствительной кожи. Но что могу сказать от себя? В целом, я тоже небольшой сторонник спирта в продуктах. Я с осторожностью отношусь к данному компоненту. Но в данной концентрации, в данной комплектации, вот в этом конкретном средстве, спирт абсолютно не делает хуже моей кожи. И моя кожа полюбила данное средство. И могу сказать, что действительно абсолютно не ощущаю никакого дискомфорта от того, что спирт есть на втором даже месте. Что же делает этот продукт? Это средство, которое выглядит как тоник. То есть здесь вот такая вот крышечка. И я думаю, что слышно, это такая очень жидкая субстанция. Она действительно похожа на тоник. Я люблю наносить это средство на сухое, обязательно сухое лицо. Как вы знаете, все кислоты должны наноситься именно на сухое лицо, потому что иначе их рабочее действие, скажем так, прекращается, если на влажное лицо это нанести. На сухое лицо наносите после того, когда вы умылись, нанесли и дали полностью впитаться. Люблю наносить этот продукт соло. Есть два варианта нанесения этого средства. Вы можете наносить его как соло, так и под крем, под сыворотку, под какую-то. Я люблю наносить больше соло, то есть когда на лице больше ничего нет, кроме этого средства. Очень я боялась, что оно будет очень мне сушить кожу. Во-первых, спирт. Во-вторых, просто я привыкла наносить достаточно много всяких продуктов на свое лицо. Это сыворотка, эмульсия, дальше крем, может быть, ночную маску. А тут вдруг соло один продукт, я действительно боялась, что мне будет этого очень сильно не хватать. Действительно, мои опасения были напрасными, потому что это средство абсолютно не сушит мою кожу. Несмотря на то, что у меня обезвоженная кожа, несмотря на то, что мне всегда сухо, мне всегда хочется что-то сверху пожирнее нанести. Особенно зимой в данном средстве абсолютно нет такого, что кожа моя скукоживается и просит, чтобы я нанесла сверху еще какой-то крем. Абсолютно нет. Потрясающий продукт, который не сушит лицо. И при этом, когда вы его, естественно, наносите на ночь, когда вы просыпаетесь утром, кожа нереально гладкая. Девочки, это просто какая-то фантастика. Если есть подкожники, если есть неровные такие, знаете, бугорочки на лице, если есть комедоны закрытые, если есть маленькие прыщички, которые делают вашу кожу неровной, вот это средство поможет вам избежать вот этих вот всех неприятностей на лице. Если они уже появились, то поспособствует тому, чтобы они исчезли в довольно короткие сроки. Я наношу это средство на ночь, и на утро я вижу реальные изменения со своим лицом. Я вижу, что подкожники становятся меньше. Я вижу, что вот эти все высыпания маленькие, которые часто бывают из-за того, что я неправильно подбираю средства, они проходят, они подсушиваются очень интенсивно. После третьего раза их вообще нет просто на лице, они стираются как будто бы ластиком. Гениальное средство, очень мне оно понравилось. Я не перестану петь оды этому продукту, обязательно расскажу про фавориты, про свои фавориты в уходе, и там обязательно будет это средство, потому что, несмотря на то, что оно не корейское, а я все-таки предпочитаю в последнее время именно продукты корейского производства, это средство произвело на меня просто неизгладимое впечатление. Наношу я его руками, рекомендованным ватным диском, я люблю просто вылезть вот так вот на ладошку и прихлопывающими движениями нанести на лицо. И на утро я просто умываюсь, все, абсолютно никакого секрета, никаких танцев с бубнами, ничего подобного делать не нужно, средство работает само по себе. Ночью вы спите, утром вы просыпаетесь, и вы красивая. Кожа вот именно, знаете, такая шлифованная, вот она прям блестит, как, я не знаю, просто море, гладкое, гладкое утреннее море, которое абсолютно идеально ровное, идеально ровная поверхность, скажем так. И люблю это средство делать курсами. Неделю использую, потом перерыв на несколько дней, потом снова использую неделю, и так в течение месяца. После этого даю перерыв две недели, и снова планирую использовать это средство вот таким же курсом. Когда кожа отдыхает, я активно ее увлажняю масками, маслами питаю и так далее. То есть для того, чтобы кожа восполняла, скажем так, вот эту потерю влаги, которая, конечно же, в любом случае присутствует, потому что это кислота. Не забываем о том, что кислоты сильно достаточно иссушают нашу кожу, и потом ее нужно восстанавливать, именно восстанавливать вот такими вот питательными увлажняющими средствами. Ну и, конечно же, SPF. SPF я использую 50, всегда, даже если на улице дождь, обязательно использую SPF 50, потому что довольно активно шлифую свою кожу. Девчонки, если есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, и увидимся в новой части видео. До скорой встречи, пока-пока!